Продолжение следует... 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 В той или иной форме продукт устной и письменной речи. Также текст это в первую очередь образец речи определенной структуры, формы, жанра, образец реализации речевых намерений автора, как модель порождения речевого высказывания, например, речевого общения. Это может быть текст-диалог, а именно в диалоге мы можем с вами определить именно главный жанр, стиль, правильно? Поскольку если мы говорим о тексте-диалоге, то мы можем узнать новые разговорные фразы или выражения, слова, которые используются именно в разговорном моменте. Если мы говорим с вами о тексте-письме, опять-таки, да, где у нас указана письменная речь, то в первую очередь мы с вами обращаем внимание на официальный, неофициальный стиль этого письма и опять-таки с помощью текста, да, примера письма мы можем с вами определить стиль. Если использованы сокращения, разговорные фразы неофициальные, если, например, использованы более такие структурированные фразы, четко соблюдаются грамматика, не используются сокращения, то тогда мы уже можем смело говорить об официальном стиле письма. И чтобы ученики не путали это, естественно, работа с текстом поможет выявить основные стили письма, опять-таки. Далее мы говорим о тексте как о систематизации различных типов текстов, да. Это нам необходимо для обучения непосредственно общению с целью формирования у наших учеников способности пользоваться различными жанрами, тактиками и техниками речевого общения. Также в дальнейшем, чтобы они могли эти техники общения совмещать именно с той сферой, с которой они сталкиваются. То есть тексты должны быть максимально приближенные к той теме, которую мы проходим с ними на уроках. Поскольку очень важно, чтобы текст стал именно реальной, продуктивной основой обучения всем видам речевой деятельности. Особенно если мы с вами говорим об аудировании, опять-таки о письме. Также это обучение и аспектам языка, фонетика, лексика, грамматика, интонация. Вот. Поэтому текст именно ключевая такая вот система работы со всеми аспектами, по всем направлениям именно английского языка. Теперь давайте, коллеги, вспомним, какие виды чтения бывают. Самые основные это ознакомительное, просмотровое, изучающее и поисковое, конечно же. И если мы с вами выделяем ознакомительное чтение, оно представляет собой чтение, при котором предметом внимания читающего становится все речевое произведение. Произведение. Ну, там может быть текст, да, какой-либо, рассказ, повесть. Но главное, что нужно понять, у нас нет установки на получение определенной информации. Это чтение для себя, без специальной установки, при этом виде чтения. Основная задача извлечь именно из текста, если мы говорим об ознакомительном чтении, основную информацию, которую можем там встретить. И главное, это развить умение различать главную и второстепенную информацию. Если мы говорим с вами о просмотровом чтении, это в первую очередь нужно понять, да, общее представление о читаемом материале. Его целью является получение общего представления о теме и о круге вопросов, которые можно в тексте увидеть. Это беглое выборочное чтение. Если мы говорим с вами об изучающем чтении, предусматривает полное и точное понимание всего содержания в тексте, то есть всей информации, полное осмысление этой информации. Главная задача – это формирование у учеников умения самостоятельно преодолевать затруднения в понимании иностранного языка. То есть, когда мы говорим о тексте, очень важно понимать такую вот главную вещь. Нам очень важно, как ученики понимают общий смысл, да, ту или иную информацию. Поэтому не нужно делать акцент на неизвестной лексике. Поскольку, если мы хотим, чтобы ученики смогли понять, о чем текст, достаточно правильно определить главную мысль текста. И далее уже можно отдельно поработать с неизвестными словами. Но на первых этапах нам необходимо непосредственно приучить их к контексту. Что именно по контексту проще всего выполнить то или иное задание. Далее, если мы говорим о поисковом чтении, мы ориентируем на чтении литературы непосредственно узкой направленности. То есть, это быстрое нахождение в тексте или даже в нескольких текстах определенных данных. Например, факты. Это могут быть указания, либо какие-нибудь интересные факты. То есть, мы можем, например, из нескольких текстов определить, что у них общего, чем они отличаются и найти те или иные указания. Поисковое чтение в первую очередь выступает как упражнение и осуществляется по нашему с вами коллеге указанию. Далее, не стоит забывать об основных этапах работы с текстом. Поскольку, когда мы начинаем работу с текстом, важно помнить, что любая работа – это целый комплекс. Тем более, текст может быть по объему разный. Все будет зависеть от индивидуальных особенностей учеников. Все будет зависеть от возраста. И все будет зависеть от уровня подготовки. Поэтому, очень важно, любой текст, даже самый небольшой, для младших школьников, например, использовать как один большой комплекс. Соответственно, для этого у нас есть основные этапы работы. Это предтекстовый, текстовый и послетекстовый. Предтекстовый этап предназначен для непосредственно дифференциации языковых единиц и речевых образцов, их узнавания в тексте, тренировки сиюминутной их семантизацией, обладения различными структурными материалами. Это может быть, например, словообразовательные элементы или видовременные формы глаголов и так далее. То есть, это языковая догадка для формирования навыков вероятного прогнозирования. Проще говоря, предтекстовый этап – это всегда, например, задание определить, о чем, возможно, будет текст. По оглавлению, по картинке и так далее. Если мы говорим с вами о текстовом этапе, это уже использование различных приемов для извлечения информации или трансформации структуры и языкового материала текста. А вот уже постетекстовый этап – это выявление основных элементов содержания текста. Теперь, если мы с вами рассмотрим определенные упражнения на каждом из этапов, можно выделить несколько групп в каждом. Конечно же, групп упражнений может быть очень много, но вашему вниманию на каждом этапе я постарался выделить именно самые распространенные и самые ходовые. То есть, тот материал, который проверен. Вот, например, если мы говорим об упражнениях на предтекстовом этапе, можно поделить на четыре основных группы. Это упражнения на узнавание слова по семантическому признаку, это трансформационные упражнения, упражнения на прогнозирование содержания читаемого и предтекстовая ориентировка читающего. Вот, уважаемые коллеги, скажите, пожалуйста, вот данные группы, которые я выделяю, вы согласны, что именно эти четыре группы – одни из ключевых, если мы говорим о предтекстовом этапе? Конечно же, мы с вами отдельно рассмотрим упражнения, более детально рассмотрим упражнения, которые можно использовать на каждом этапе в отдельности и с тем или иным видом чтения. Пока что мы делаем это вводно с вами. Далее будем более детально. Вот коллеги с вами соглашаются, и Светлана, и Надежда, Наталья, Татьяна. Отлично. Вот у нас есть вопрос, будет ли доступна запись у Юнара. Конечно, будет доступна. Ссылку вы получите на вебинар. Далее. Ну что ж, теперь давайте разберем именно упражнения. Вот смотрите, если мы говорим о семантическом признаке, то стандартное упражнение классика жанра – это заполнение пропусков, подходящими по смыслу словами. Или нам необходимо найти синонимы или антонимы в ряду данных слов. То есть, даны слова сразу, да, либо в тексте. Но если мы работаем со словами непосредственно в тексте, самое главное, что должно быть, если мы готовим текст, то любые слова, с которыми мы будем работать на предтекстовом этапе, то есть, та же самая неизвестная лексика, например, да, если мы хотим ее ввести, они должны быть выделены, подчеркнуты. Например, если мы их должны соотнести по разным частям речи, они должны быть выделены разным цветом, да, подсвечены разным цветом. Далее трансформационные упражнения. Например, нам необходимо составить из двух предложений одно простое, или нам нужно образовать, к примеру, сложно подчиненное предложение из приведенных простых, или выразить ту же мысль, но другими средствами. А для этого, естественно, должна быть речевая модель, образец, по которой ученик сможет перефразировать, переформулировать мысль текста. Когда мы говорим с вами о прогнозировании содержания читаемого, в первую очередь мы обращаем внимание, конечно же, на заглавие, да, и уже по нему мы можем определить хотя бы примерно, о чем будет идти речь в данном тексте. Или же можно прочитать первое предложение каждого абзаца и назвать вопросы, которые будут рассматриваться в тексте. По поводу предтекстовой ориентировки читающего необходимо ответить на предтекстовые вопросы. Но вопросы должны быть, и сам текст непосредственно отражать тему урока. Это должны быть какие-либо общепринятые факты, в которых учениках ориентируются ввиду своей возрастной группы. И, опять-таки, это определение верных и неверных утверждений. То есть, стандартное упражнение true-false, но уже только перед тем, как мы прочтем. То есть, мы примерно стараемся предугадать, о чем, возможно, будет текст таким образом. Далее переходим. Вот вопрос есть от Ольги. Сколько времени вы берете на предтекстовый этап? Ну, смотрите, предтекстовый этап, он может быть как разогрев, как warming up, да, как ключевые вопросы разобрать, ключевые слова выделить, например. И, я думаю, в целом это 5 минут, 5-6 минут, не больше. Можно даже меньше, в зависимости от, сколько заданий вы подобрали на предтекстовый этап. Но любой этап чтения текста, поскольку мы говорим о системе, не нужно, например, на предтекстовый этап 5 упражнений, на текстовом этапе 5 упражнений, и на постетекстовом этапе еще столько же. Очень важно понимать, что количество можно варьировать, и, опять-таки, любое упражнение будет преследовать ту или иную цель нашего урока. То есть на предтекстовом этапе можно, например, подобрать одно-два упражнения, с которыми ученики поработают. Например, там, предлагательно определить, найти сразу в тексте ту или иную часть речи, например, или же дать свои предположения, о чем, возможно, текст будет по заглавию, либо поставить к заглавию вопросы и предугадать содержание текста. То есть, опять-таки, на предтекстовом этапе не обязательно делать много упражнений. Достаточно, я думаю, 5-6 минут в целом, это нормально. Далее, если мы говорим с вами об упражнениях на текстовом этапе, опять-таки, можно выделить три основные группы, те упражнения, которые очень в ходу и используются чаще всего. Это упражнения на свертывание текста, упражнения на реконструкцию текста и упражнения на перефразирование. Это уже те группы, которые очень хорошо будут смотреться на текстовом этапе. Вот, например, упражнения на свертывание текста. Это могут быть следующие. Например, нам необходимо найти в предложении или в группе предложений элементы, несущие информацию. Или нам нужно расположить предложение абзаца по степени важности информации. То есть, тут уже ученики будут смотреть каждый из них, а что есть важно. Какая информация, на их взгляд, несет именно очень такое вот колоритную информацию. Почему ученик так считает, что именно эта информация должна быть на первом месте. Далее мы можем с вами использовать это сокращение предложений, абзацев или отдельных фрагментов текста за счет исключения несущественной информации. То есть, тут мы уже с вами говорим о том, что оставляем только главную информацию, ненужную информацию, та, которая, в принципе, не столь важна, можно убрать, и это будет готовый пересказ. Когда мы с вами непосредственно работаем с текстом и ищем ту или иную информацию, мы на несущественную не смотрим. И тем самым, когда ученики уже сократили текст, оставив только главную информацию, которая, в принципе, нам и необходима, это готовый пересказ. Упражнение на реконструкцию. Например, нужно составить предложение из заданных ключевых слов, опять-таки, должен быть образец. Или мы располагаем разрозненные предложения в соответствии с предлагаемой схемой, то есть, предложения даны в разброс. По содержанию, например, по важности информации нам необходимо их сопоставить. Так, чтобы они выражали информацию, например, это важнее, чем вот это. Или мы составляем сокращенный вариант текста. Например, нам нужно из 20 предложений сократить до 10, опять-таки, основываясь на важности и последовательности сюжета и информации. Если мы говорим с вами о перефразировании. Классика — это замена слова синонимом по образцу или дефиницией, описанием. Например, дано слово, мы далее будем с вами разбирать детальный пример работы с текстом. Забегу немножко вперед. Например, дано слово annual, а нам нужно это слово заменить целым описанием этого слова. Далее, преобразование. Вот мое любимое задание, на самом деле, это преобразование действительного залога в страдательный и наоборот. Но, когда мы говорим о преобразовании, да, или перефразировании текста, очень хорошо можно использовать такие грамматические упражнения, как, например, текст дан, простой текст, например, дан в present simple, в настоящем простом времени. Наша задача — перефразировать этот текст, используя past simple, прошедшее простое. И вот таким вот образом мы меняем полностью текст. На самом деле, это хорошая отработка и грамматики, плюс все слова, все глаголы, все формы даны в контексте. Что очень важно, поскольку я рекомендую выполнять именно упражнения грамматического характера, именно опираясь на контекст. Поскольку, если мы с вами заговорим сейчас об ОГЕГ, например, да, и о ВПР, то там вся грамматика дана непосредственно в контексте, в текстах. И вот уже опираясь на текст, проще намного определить ту или иную форму глагола. И следующее задание, которое можно выполнить именно на перефразировании, это расположить разрозненные пункты плана в соответствии с содержанием. Опять-таки, выстроить их по содержанию, что было первым, что вторым, а что третьим. Далее, это наши упражнения на послетекстовом этапе. Опять-таки, можно выделить три основные группы. Это упражнения на выявление темы текста, упражнения на передачу сюжета и упражнения на составление характеристики персонажей. Вот смотрите, уважаемые коллеги, когда мы с вами говорим о послетекстовом этапе, вы согласны со мной, что вот данные упражнения как раз будут непосредственно хорошим инструментом для работы с текстом, когда мы уже полностью его прочитали и разобрали. Как вы считаете? Поскольку, опять-таки, групп много, но, на мой взгляд, именно вот эти вот три группы, они из ключевых для работы с текстом именно уже в самом конце, если мы говорим именно о комплексе заданий. Пока вы комментируете, тогда я продолжу. Вот смотрите. Когда мы хотим выявить тему, мы можем выявить в первую очередь слова, выражающие тему, да, в абзаце, либо в связке абзацов, либо в тексте. Или мы можем с вами найти обобщающие слова и сформулировать тему. И в дальнейшем, после того, когда мы с вами проработаем с учениками, какие могут быть ключевые слова и так далее, уже ученики, опираясь на это, могут сформулировать тему текста самостоятельно. Далее у нас идет передача сюжета, где мы должны оценить значение указанного события или эпизода для развития сюжета. То есть, непосредственно ученики высказывают свое мнение и оценивают, насколько важно было это событие в тексте, например, либо эпизод. Далее определяем наиболее значительные события, то есть, какое из событий ключевое в тексте, какое нет, что повлияло на решение главного героя, какое событие и так далее. И третья группа – это упражнение на составление характеристики персонажей. Опять-таки, дабы ученики смогли дойти до последнего пункта, дайте свою характеристику героям, то в первую очередь нам необходимо, чтобы ученики могли сами найти в тексте, выделить авторские характеристики. Далее непосредственно – это ответы на вопросы к фрагментам текста. После этого ученики могут сами поставить вопросы к фрагментам текста. После этого уже следующий, да, предпоследний этап – это комментарии, именно авторской характеристики героев. И только после этого ученики уже будут сами в состоянии дать свою характеристику героям. То есть, напоминаю, что когда мы говорим о работе с текстом, в первую очередь, что важно понимать, нужно вывести детей на самостоятельный уровень работы. А для этого необходимо выполнить определенный комплекс упражнений, который в дальнейшем облегчит им работу с текстом. Особенно, если мы говорим с вами об экзамене. Теперь давайте с вами более детально обсудим виды чтения и этапы чтения. И в плюс, конечно же, те упражнения, которые больше всего подойдут к виду чтения и к его этапу. Вот, например, ознакомительное чтение. Вот мы сейчас с вами тогда обсудим ознакомительное чтение и те упражнения, которые подойдут именно к пректекстовому этапу. Вот нам пишет коллега, что зависит от содержания текста. Но вопросы, как содержание текста всегда. Это понятно, конечно же. Вопросы мы всегда составляем по содержанию, и сам текст будет отражать это содержание. То есть, те вопросы, которые мы к нему ставим. И всегда в конце мы с вами, естественно, просим учеников своими словами объяснить, либо пересказать, дать краткое содержание любого текста, чтобы проверить их речевые навыки. Так вот, когда мы говорим с вами об ознакомительном чтении на предтекстовом этапе, можно использовать расстановку именно принятых самими учениками графических знаков. Например, знак вопроса, если мне непонятно, или знак восклицания, это интересно. Это может быть оглавление, например. Знак вопроса, если оглавление непонятно, и знак восклицания, если наоборот тема интересная, и о ней стоит поговорить, прочитать и узнать много нового. Далее, если мы говорим об ознакомительном чтении, это, конечно же, как я говорил в начале еще вебинара, это заглавие, рисунки, графики, либо концовка. То есть, опираясь на это, мы можем хотя бы предположить, о чем пойдет речь в данном тексте. А далее мы читаем текст и находим или подтверждение, или опровержение предложенным вариантом. Но важно понимать, уважаемые коллеги, на любом предтекстовом этапе, с любым видом чтения, именно на предтекстовом этапе, когда мы даем наше предположение или отвечаем на вопросы по тексту, которого мы еще не читали, если, конечно, вопросы это не какое-то явление, которое должны знать все, то не бывает неправильных предположений. Все предположения должны быть учитаны, учтены, точнее, прошу прощения, поскольку ученик должен понять главное, что его мнение ценят и прислушиваются. То есть, создать такую вот небольшую поддержку на предтекстовом этапе, где он выражает свою мысль, и мы должны с ней согласиться, поскольку не читая текста, тяжело определить действительно, о чем же он. А вот когда уже мы прочитали, делать определенный вывод. То ли мы подтверждаем точку зрения, то ли опровергаем. Далее, это разделение текста на вводную часть, информационную или основную, и заключительную, концовку. На первых этапах, конечно же, лучше давать тексты строго по абзацам, поскольку так ученикам будет намного проще выявить главную мысль текста. Можно, например, использовать, это немножко позже задание, я поговорю о нем, где нам необходимо будет разбить текст на абзац, чтобы он не потерял свои части. Далее, если мы говорим с вами о текстовом этапе ознакомительного чтения, то, конечно же, нам необходимо в первую очередь прочитать первый абзац текста и найти в нем то предложение, которое будет содержать основную информацию. И поскольку текст дан по абзацам, мы можем это проделать с каждым абзацем. Также нужно назвать основные проблемы, которые затронуты в тексте, найти главные факты текста, расположить предложение текста в логической последовательности, составить список вопросов к тексту, по содержанию, например, подготовить план пересказа. Кстати, именно список вопросов к тексту и может выступать как план работы с текстом, поскольку мы будем задавать вопросы и непосредственно идти по порядку. Подтвердить достоверность суждений именно о тех, которые мы выделили на предтекстовом этапе. И нам необходимо пояснить главную мысль текста своими словами. Когда мы говорим о постетекстовом этапе, естественно, мы уже текст прочли, проработали, выразили свое согласие и несогласие с приведенными нижними утверждениями. Это классика жанра True, False, Doesn't Say. Отвещаем на вопросы по тексту. То есть нам уже необходимо не предполагать, что будет, а непосредственно уже знать конкретно, что в тексте было, о чем он. Далее, хорошее упражнение это пересказ текста на родном языке, поскольку, зная, что в тексте может быть много неизвестной лексики, то очень важно для нас, уважаемые коллеги, понять, а что же понял ученик, а о чем он прочитал, о чем был текст, как он это понял на родном языке. Поэтому очень важно данное задание обязательно провести. Далее, ученик должен выразить свое отношение к прочитанному, а как он относится к тому, что хотел сказать автор. При изучении каких предметов ученикам в дальнейшем может понадобиться информация, которая содержится в тексте. Поэтому очень важно тексты подбирать полезные, именно с той информацией, с общей, например, информацией, либо с какими-либо фактами историческими и так далее, которые в дальнейшем, опять-таки, могут быть полезны нашим ученикам. Теперь давайте с вами поговорим о поисковом, чтении и примерах упражнений на различных этапах. Вот на предтекстовом этапе, например, в поисковом чтении, можно установить, есть ли часть, в которой перечисляются основные темы текста, рассказа, статьи и так далее. Найти в конце вводного раздела статьи перечень вопросов, освещаемых в ней. На текстовом этапе можно просмотреть текст и сказать, до какой категории читателей он может представлять интерес и почему, сказать, какому из указанных вопросов уделяется в статье особое внимание, или отметить в тексте места, дающие ответы на предложенные вопросы. Вопросы перед текстом, посмотреть текст, примерно определить, о чем пойдет речь в тексте, опираясь на вопросы. После текстового этап нам необходимо зачитать, например, из текста факты, которые будут относиться к теме, подчеркнуть в тексте определения или выводы, или термины, и при обнаружении исковой информации цель поискового чтения будет считаться достигнутой. То есть, если мы ставим определенную задачу перед собой, цель найти ту или иную информацию, которая нас интересует, и если в конце поискового чтения полностью отработки текста цель достигнута, вся информация найдена, тогда упражнение поискового чтения прошло успешно. Изучающее чтение. Опять-таки, предтекстовый этап. Можно назвать слово, с которым ассоциируются все слова данного тематического ряда. То есть, например, очень хорошо сюда подходит mind map, либо кластер какой-нибудь, где, например, название текста, там, например, spot, условно, и ученик записывает все-все-все слова, которые у него со спортом могут ассоциироваться. Зимние виды спорта, летние, футбол, баскетбол и так далее. Например, outdoor sports, indoor sports и так далее. То есть, все то, что ему приходит в голову. То есть, мы активизируем его лексические единицы, которые он изучал ранее. Или мы находим в тексте и выписываем существительные, образованные от глагола, либо прилагательного. Опять-таки, данные слова должны быть выделены обязательно, если мы с ними работаем. Или задачу, чтобы усложнить, но это больше для старшего звена, тогда можно и не выделять. Где ученики бегло читают текст и непосредственно уже ищут по примерам то или иное слово, которое относится к той или иной части речи. Далее, можно выбрать предложение, содержащее пассивный залог, если мы работаем с этой грамматической темой. Или, например, можно выделять то или иное грамматическое время. Опять-таки, то есть, текст отражает непосредственно цель нашего урока. Если у нас цель драматика, отработка грамматических навыков, то, естественно, в тексте должно быть как можно больше грамматических конструкций. Например, если мы говорим о past continuous. То есть, тогда весь текст должен быть написан в прошедшем времени и ученики должны суметь выделить структуру этого времени. Те предложения, в которых использовано прошедшее длительное время. И, конечно же, если мы говорим об существительных, которые образовываем о той или иной части речи, назвать исходную форму данных слов. На текстовом этапе мы читаем текст и перечисляем вопросы, которые освещаются в нем. Также располагаем пункты плана согласно логике повествования. Читаем вслух все глаголы, передающие динамику повествования. То есть, все глаголы, которые будут относиться непосредственно к смыслу нашего текста. Также передаем его основную идею несколькими предложениями. То ли сами, то ли используя непосредственно текст. На постетекстовом этапе мы с вами должны расположить предложения в той последовательности, в которой они даны в тексте. Например, информация перепутана, а нам нужно ее выстроить в логическом порядке. Далее мы можем пересказать текст, используя план и выписанные словосочетания. Дать характеристику персонажей, особенно время действия своими словами, то есть, когда произошло событие, какой главный герой принимал участие в этом событии, кто ему помог и так далее. Далее можно прочитать текст про себя и выделить то новое из текста, что мы узнали. То есть, это может быть факт, явление и что-то в этом роде. Вот теперь давайте с вами, уважаемые коллеги, обсудим уже те упражнения, которые можно использовать, варьировать, те упражнения, которые можно использовать на этапах чтения. Вот, например, был вопрос от коллеги, что, например, сколько по времени должно быть. Вот, дабы не, скажем так, не затягивать с предтекстовым этапом, можно, например, комбинировать несколько упражнений в одно, просто поделить их на мини-упражнения. Вот, например, ассоциации и предположения. Вот здесь я использую комбинировку. Именно компоную несколько мелких упражнений на предположения, например, о чем возможно будет текст. И далее просто называем это ассоциации и предположения. Вот данное упражнение знакомо, коллеги, тут три в одном. Просто они емкие, тем более данное упражнение легко выполнить. В принципе, усилий особых не потребуют. Главное, чтобы, например, ученики смогли дать то или иное предположение. Вот смотрите, индивидуально или по группам ученики получают задание. Вот первое, да, прочитать заголовок и выписать, какие ассоциации возникают после прочтения заголовка данного текста. Важно выдать в начале только заголовок, не сам текст, потому что сразу пойдут читать текст и уже будет неинтересно. Они уже сразу прочтут его, даже бегло, и поймут о чем он. Просто можно дать заголовок. Так будет проще. И поскольку работа в группах, можно например попросить не выписать ассоциации, а сказать их вслух. Данное упражнение именно лучше конечно же в мини группках 2-3 человека. Второе, о чем по вашему мнению этот текст? И дать несколько подсказок. Нейтральная информация, либо это чье-то мнение, юмористическая беседа, советы и указания, то есть может быть все, что угодно. Чтобы усложнить, можно задать просто вопрос а о чем этот текст и варианты убрать. Конечно же, если подобрать текст, можно использовать несколько данных пунктов. Например, ученик нашел в каком-то из предложений какую-то шутку. Естественно, он отметит не только, что там есть мнение, но и какая-либо юмористическая беседа. То есть текст можно комбинировать. Откуда возможно взян данный текст и предложить варианты ответов. Роман, дневник, журнал, газета. Если усложнить, можно варианты ответов убрать. Работает задание хорошо, рекомендую попробовать. И только после этого вы даете уже непосредственно сам текст. То есть у учеников или оглавление, или рисунки, которые отображают смысл, сюжет, текста, по которым они работают, выписывают свои ассоциации и так далее. Опять-таки данное упражнение можно использовать одно на предтекстовом этапе. Уйдет примерно 5 минут от урока. Вполне достаточно. Тем более тут сразу комплекс упражнений на предтекстовом этапе. Мы и даем предположение, мы также стараемся определить какой текст, что в нем написано, откуда взяли и так далее. Полезно тем, что ученики опираясь на оглавление делают свое предположение, то есть высказывают свое мнение о чем текст. Развитие не только навыков чтения, но и речевых компетенций. А далее, когда уже они читают, они непосредственно могут или подтвердить свои предположения, или наоборот опровергнуть и еще объяснить почему. То есть они непосредственно работают исключительно с текстом. Конечно, можно использовать и иллюстрации, но иллюстрации должны непосредственно отображать содержание текста. Поэтому иллюстрации нужно подбирать осторожно, чтобы они подходили непосредственно к тексту. И уже по картинке постараться определить, о чем речь. Далее, упражнения на предтекстовом этапе можно, например, использовать читай и угадывай. Данное упражнение вам знакомо, коллеги? Нам нужно опять-таки предугадать. То есть любое, ну скажем, не любое, а большинство упражнений именно на предтекстовом этапе, они будут касаться нашего предугадывания сюжета, предсказания, о чем может быть текст. Вот, например, можно взять линейку или лист бумаги, положить на текст и прикрыть часть строки. То есть не весь текст, а именно часть предложения. Читаем 3-4 слова и ученику необходимо далее постараться предугадать, о чем, возможно, дальше пойдет к тексте. Упражнение сложное, но подходит хорошо для старших классов, потому что у них лексический запас больше, и у них опыта больше, работы с текстом. Но если мы хотим данное упражнение вводить со средним звеном, рекомендую тогда использовать тексты попроще. Но опять-таки лексика текста должна непосредственно отражать тему урока. Вот. Просто часть предложения закрываем линейкой и далее уже стараемся предугадать либо понять, что же дальше. вот такое вот упражнение. Сложноватое, конечно, да, но толк все равно есть. Хотя бы какие-то мысли ученики смогут передать. Далее, если мы говорим с вами об упражнениях на текстовом этапе, это эхо упражнение. Данное упражнение вам знакомо? Именно эхо упражнение. Скажем так, оно очень интерактивно, поскольку все наши ученики, скажем так, они все с гаджетами. Да, у всех есть смартфоны, у всех есть диктофоны, и упражнение проводится именно с возможностью индивидуальной звукозаписи. То есть ученикам необходимо речь свою записать. Но что нужно для этого сделать? Для начала на уроке ученики по предложениям прослушивают текст или отрывок текста. Вот они прослушали, далее повторяют дословно каждое предложение, стараются на слух или дабы задачу упростить, можно им дать уже готовый текст, где они слушают, читают одновременно. Лингофонный кабинет, кстати, не обязательно. Можно просто взять колонку, проигрыватель, текст включить. И они уже дальше слушают и стараются воспроизводить хором или по отдельности, просто разбить под цепочки детей и говорить, что вот твое первое предложение прослушал, повтори, твое второе прослушал, повтори. Можно вот так выйти из ситуации, например. То есть вариантов может быть несколько. Во время прослушивания никто записи, заметки не делают. И в итоге после того, когда они прочитали, уже раздаем этот текст, они его читают с теми интонациями и пересказывают. Как вариант. А вот домашнее задание, они уже работают с этим же самым текстом, который они прослушали, который они прочитали, и далее они этот текст читают и записывают и записывают диктофон и отсылают уже нам на почту. Данное упражнение хорошо идет со старшеклассниками и со средним звеном. С старшими классами не могу сказать, как оно пойдет, но со средним звеном идет хорошо. Например, 7, 8, 9 класс, потому что текст они прослушали, да еще и с паузами несколько раз. Далее они еще и повторили, то ли хором, то ли по отдельности, и далее уже домашнее задание правильно текст прочитать с нужной интонацией и так далее. Данное упражнение хорошо помогает развивать беглый темп речи, поскольку у нас есть задание в ОГЭ в ЕГЭ это чтение текста вслух, опять-таки очень хорошо это задание поможет развить такие навыки чтения. с какого класса можно начинать такие работы Малина Хусеновна в вопрос сразу говорю младшему звену мне кажется будет сложно и вот коллеги которые смотрели вебинар дневной согласились с этим мнением поэтому наверное вот именно среднее звено будет в самый раз. Хотя с малышами тоже можно попробовать но мне кажется они сами не смогут записать именно вот то что они прочли поэтому лучше именно не постарше проводить такое упражнение далее чтение по диагонали данное упражнение вам знакомо вот смотрите чтение по диагонали делается следующим образом выдаем рабочий лист с текстом далее перекрываем часть текста но по диагонали то есть полностью закрываем лист но оставляем только его небольшую часть то есть они читают ту часть которую они видят затем мы собираем тексты и учащиеся должны по памяти например ответить на вопросы что является темой какая точка зрения какой точки зрения придерживается автор и так далее сложновато опять таки задание поскольку нету всего текста но по отдельным частям ученики в принципе могут уловить главную мысль о чем они прочитали что в тексте говорилось далее текст можно раздать опять таки они читают полностью его и уже далее опять таки опровергают либо подтверждают свои предположения далее они текст читают и стараются опять таки по плану его пересказать пересказ текста можно использовать как домашнее задание далее упражнение на текстовом этапе диктант фантазии диктуем начало истории ученикам необходимо продолжить историю одним двумя предложениями при этом учащимся нельзя предугадывать сам сюжет им можно расширить или приукрасить продиктованное так вот у нас есть вопросы нету заключения я так полагаю этот вопрос от Дарьи нету заключения и относится к предыдущему заданию я прав там где чтение по диагонали вот когда мы говорим о чтении по диагонали немножко отвлекусь если коллеги не против потому что вопрос очень такой важный считаю нужным ответить спрогнозировать окончание опять таки они предполагают что может быть конечно же они могут ошибиться но некоторые могут и угадать данный текст можно использовать знакомый вот как Мадина Хусерна нам пишет который например мы ранее разбирали на уроке или же текст попроще где ученики могут использовать свои навыки да именно где они смогут предположить свои по своей интуиции а что может быть в конце опять таки а вот если мы говорим о диктанте фантазии вот я теперь возвращаюсь к этому упражнению то учащимся нельзя предугадывать сам сюжет истории а следует расширить и приукрасить предиктованные то есть если мы хотим именно отрабатываем да те или иные прилагательные то это задание очень хорошо подойдет для этого подходят небольшие истории притчи короткие детские сказки анекдоты каждый учащийся зачитывает свою историю то есть можно даже как конкурс провести а как они смогли предугадать историю как они ее расширили какие слова использовали а далее мы просто почитаем слух сам оригинал и самые лучшие работы можно поощрить хорошей оценкой например вот и прочитать уже весь класс но дабы задачу упростить можно использовать раздаточный материал то есть раздать текст с пропусками отдельно то есть в тексте должны уже быть заготовленные пропуски и непосредственно ученики опираясь да на те слова которые например мы им дали прилагательные либо например у них есть только существительные а мы например из них делали прилагательные образно говоря да было такое задание до этого и далее они уже стараются приукрасить данный текст данный диктант и поверьте получается очень смешно и необычно подходит в принципе для всех возрастов и для маленьких и для среднего звена и для старшего но текст должен быть и слова соответствующего уровня то есть слова должны быть по максимуму известны и отработаны до того как мы это задание даем далее бинго классика на мой взгляд даем таблицу в которой находятся определенные слова ученики слушают текст в котором есть слова присутствующие в таблице опять-таки текст лучше всего читать не нам с вами а подобрать звукозапись и лучше всего когда в этой звукозаписи будут вот такие слова которые похожи по звучанию ну вот к примеру бег и вот таких вот слов дать именно в эту таблицу чтобы ученики напрягали свой слух старались слушаться какое именно слово было произнесено во время прослушивания мы отмечаем эти слова кто отметил первым кричит бинго по окончании раздаем просто текст и далее читаем его и домашнее задание опять-таки пересказ после текстовый этап когда мы говорим с вами о после текстовом этапе то мы можем с вами выделить целых три группы упражнений на после текстовом этапе например первая группа может быть связана с воспроизведением материала текста вторая с развитием умений репродуктивно продуктивного характера и третья это развитие умений продуктивного характера но которое позволит нашим ученикам использовать полученную информацию в тех или иных ситуациях ну вот например упражнение на после текстовом этапе уважаемые коллеги данные упражнения вам знакомы редукция текста измени сюжет реклама изменение временной формы либо шифрование текста зашифруй текст вот Татьяне известны эти упражнения а еще кому-нибудь коллеги вот Людмиле не все вот смотрите давайте тогда мы с вами вот о них и поговорим вот смотрите редукция текста все очень просто в начале вебинара мы с вами о редукции текста чуть-чуть говорили вот смотрите раздаем лист с текстом там должно быть ну примерно 20-30 предложений потолок учащиеся читают текст и сокращают предложенный текст до 10 опять-таки исходя из важности информации к рекламе сейчас подойдем одну секундочку мы сейчас пойдем по порядку и каждое упражнение обговорим далее измени сюжет вот смотрите изменение сюжета раздаем опять-таки лист с текстом ученики читают текст и изменяют логическое содержание а далее ученики зачитывают свою версию то есть все очень просто слегка переделывают сюжет меняют события в тексте а далее смотрим что получается а вот теперь переходим к рекламе вот смотрите раздаем лист с текстом учащиеся читают текст рисуют на тему текста красивую рекламу подбирают к рисунку подходящий слоган теперь давайте объясню более детально смотрите поскольку с рисованием у некоторых учеников трудности именно рекламу лучше всего дать на дом объясню почему вот смотрите вот мы проработали с вами текст теперь мы хотим чтобы ученики представили этот текст формы рисунка рекламы который будет отражать полностью весь сюжет вот смотрите да можно в группе совершенно верно можно даже взять не рисунок формата А4 а например ватман вполне подойдет но опять-таки если мы говорим о группе тогда можно и формат побольше подобрать то есть мы проработали текст но текст у нас будет тогда с вами без заглавия без оглавления почему потому что вот тот самый слоган который нужно подобрать это и будет заголовок к тексту рисунок можно скомбинировать из разных мелких рисунков которые можно найти в просторах интернета главное чтобы они отражали главную главную содержание главную мысль а далее опираясь на свой рисунок ученики если они работали в группе могут или рассказать о чем текст или например выбрать одного представителя своей группы который этот текст расскажет следовательно тексты у этих мини-групп должны быть разные чтобы ученики глядя на картинку послушали о чем был их текст далее изменение временной формы сами говорили да где мы можем менять одна группа шифрует другая отгадывает как вариант можно использовать но я имел ввиду что вот у них есть реклама и дальше они просто эту рекламу представляют хотя очень было бы неплохо когда ученики видят эту рекламку текста и группки стараются опять-таки предугадать угадать о чем возможно эта реклама кстати очень даже хорошо будет смотреться вот по временной форме опять-таки есть текст например в простом времени настоящем переделываем его в простое прошедшее и так далее то есть просто меняем форму глагола но для этого текст должен быть попроще да похоже на рецензию если вы о рекламе Анастасия да в принципе похоже и зашифровка текста это уже вот например если у нас реклама это какой-то один большой рисунок то зашифровка текста это несколько значков маленьких таких вот каких-нибудь знаков фигур которые зашифрованы на которые ученик смотрит и в дальнейшем старается этот текст пересказать и так далее то есть зашифровка текста это уже придуманная самим учеником фигуры например какой-нибудь шифр да который который вкладывает свой смысл свою ассоциацию с той или иной информацией событиями и так далее то есть можно использовать можно конечно же дать как пример своего шифра чтобы ученики поняли что значит зашифровать текст и объяснить вот теперь давайте с вами приступим к примеру работы с текстом например у нас с вами текст Alfred Noble and his legacy вот как раз можно поговорить непосредственно кто это такой в чем его наследие и вот видите все слова с которыми необходимо работать на предтекстовом этапе так я отвлеклась у нас Людмила пишет ученик шифрует да шифрует текст для себя абсолютно верно мы можем лишь только предложить ему свой вариант шифра возможно ученик вложит в тот или иной значок фигурку свое значение соответственно глядя на него он пересказывает текст вот вот смотрите все слова с которыми мы работаем с вами на предтекстовом этапе мы выделяем или подчеркиваем так вот у нас у Дарьи опять вопрос в таком случае проконтролировать нельзя такое ДЗ конечно же нет основное это чтобы ученики сами для себя придумали ассоциацию тем более у меня есть вебинар можете его посмотреть по мнемотехнике и вот как раз во мнемотехнике есть элемент работы с лексикой с лексическими единицами именно по зашифровке а тут мы шифруем целый текст и соответственно когда ученик сам для себя подбирает тот или иной элемент шифровки будь то фигура какой-нибудь значок какой-нибудь такой вот мини-мини рисунок и так далее соответственно он вкладывая в него смысл ему так проще и намного быстрее запомнить то или иное слово то или иную конструкцию то есть именно опираясь на на свою фантазию скажем так так вот Альфред Нобел все слова с которыми мы работаем на предтекстовом этапе у нас или выделены или подчеркнуты подчеркнуты вот теперь смотрите то есть текст именно об Альфреде Нобеле его наследие конкретно о чем он может быть сразу можно вспомнить Нобелевскую премию и так далее за что она дается и вот например Pre-Reading Activities Read the text and find out the words which mean Happening once a year то есть необходимо прочитать текст и определить что означает целое слово например Annual и вот Happening once a year это Annual ежегодное то что происходит раз в год или Set of reasons that you use for persuading people то есть ряд каких-либо как прошу прощения отвлекся например как убедить человека то есть у нас есть ряд причин это конечно же Argument какой-либо Argument A substance that is used for causing explosions Dynamite конечно же то есть то что причиняет взрывы динамит там об этом в тексте все говорится и соответственно эти слова они выделены то есть мы работаем непосредственно с этим текстом далее следующее что можно использовать Try to understand the underlying words Checking the dictionary как раз тоже можно коснуться той проблемы что не все ученики умеют работать с текстом соответственно чтобы дать определение подчеркнутым словам можно воспользоваться с текстом далее Explain the formation of the words Smokeless Peaceful Gunpowder etc. Объясните образование следующих слов и мы опять-таки если у нас тема по словам которые нам нужно сформировать от одной части речи в другую то опять-таки данное задание подойдет мы повторяем с вами суффиксы приставки и так далее Read the title and say what will be the text about опять-таки прочитайте текст и постарайтесь предугадать о чем он будет далее задание на этапе чтения Reading Activities Read the text and divide it into parts Give it a title вот как раз то о чем я вам говорил видите текст дан сплошной без абзацев а теперь наша задача прочитать текст поделить его на эти части и еще в плюс дать каждой оглавлению Find the keywords in the sentences и найдите ключевые слова в предложениях когда мы говорим о Post-building activities Put the sentences into order мы ставим уже слова по порядку например The Nobel Peace Prize has existed for 104 years то есть ищем в абзацах в самом тексте информацию что за чем идет и далее просто расставляем уже по непосредственно по порядку и последнее Answer the questions When did Alfred Nobel invent dynamite и так далее когда он изобрел динамит и так далее то есть вопросы непосредственно когда мы уже полностью текст проработали мы отвечаем конкретно уже по содержанию Вот мини-пример упражнений которые можно использовать можно комбинировать упражнения делать в одно например несколько брать в одно упражнение но будьте внимательны не нужно использовать огромное количество упражнений с текстом достаточно взять несколько упражнений на каждом этапе для того чтобы хорошо и детально проработать текст и напоследок небольшой бонус режимы чтения такой вот бонус непосредственно как развить постараться опять-таки развить беглого чтения вслух с интонациями чтобы было меньше лексических ошибок и так далее первое первый режим чтение вслух на основе эталона что такое эталон таким образом нужно вот подобрать под эталон любой текст который читает носитель языка то есть это запись эталон звучит дважды первый раз просто прослушиваем выразительно а далее с паузами то есть предложение послушали поставили паузу постараемся воспроизвести и в заключение раздаем эти тексты идет сплошное чтение дети начинают читать шепотом далее вслух соответственно кто читает тихо это поможет чуть-чуть добавить громкости поскольку есть главное требование да например вот воге в девятом классе где необходимо текст прочитать да за за течение двух минут да громко четко чтобы было все понятно вот данный режим вполне поможет усовершенствовать скажем так беглые навыки чтения второй режим чтения слух это уже без эталона но с подготовкой по времени тут мы можем с вами выделить две два упражнения это рецепция то есть это видя чтение про себя с последующей разметкой текста разметка текста предполагает например выделение интонации либо проблемных слов лексических которые тяжело даются на чтение и далее взаимное чтение в парной работе ученики сначала проверяют разметку текста друг друга а затем по очереди читают друг другу текст ну и естественно дальше можно уже в конце включить сам саму запись и проверить насколько правильно ученики смогли прочитать да можно прослушать текст вот Анна пишет два раза один просто слушаем второй раз читаем по одному предложению да то есть но тем не менее мы включаем например одно предложение да вот прослушали поставили можно даже не целое предложение а часть его там три слова к примеру потому что всегда на слух ученикам воспринимать информацию на первых этапах очень тяжело разметка значит по разметке если мы прослушали текст если мы прослушали текст да они ставят ту разметку например интонация где поставили паузу или они подчеркивают проблемное слово которое им тяжело проработать например да произношение вот поэтому данное вот упражнение можно использовать для того чтобы как раз вот и добавить именно не монотонного чтения а хотя бы немножечко украсить так вы 15 человек по три слова ну вот смотрите да вот согласен много человек в группе да 15 естественно уходит на это много времени я с вами полностью согласен у меня такая же ситуация но поэтому текст должен быть небольшой не нужно повесть какую-то брать которая проблемна на восприятие текст должен быть максимально простым который нужно прослушать да проработать а далее постараться уже прочитать прослушать прочитать а далее уже фраза по фразе повторить за все заговорящим у кого 30 вот у Елены например да тогда это уже конечно же упражнение вам не подойдет и так далее так и третий режим чтения вслух это без эталона и подготовки во времени но для этого мы с вами используем уже чтение проработанных ранее текстов либо новых соответственно те тексты которые уже проработаны хорошо да им естественно уже прочитать будет намного проще и чтение направлено на развитие беглости и чтение выразительного и конечно же далее когда уже текстов проработано несколько можно организовать уже как конкурс кто лучше прочитает соответственно это всего лишь пример коллеги упражнений как можно работать вам уже самим решать и выбирать какие упражнения вам подойдут а какие нет ну что ж давайте подведем теперь итоги нашего вебинара какие упражнения на различных этапах вы считаете самыми эффективными и почему вот мне интересно ваше мнение например вот мое мнение в том что поскольку я еще раз повторюсь мы рассматриваем текст как систему упражнений соответственно мы должны использовать любой этап все этапы претекстовый текстовый и постетекстовый они должны быть в любом случае по одному хотя бы упражнению ну должны конечно же вот Елена пишет все зависит от класса и способностей безусловно подбираем тексты так чтобы они соответствовали уровню подготовки наших учеников вот Дмила согласна что все этапы должны быть естественно да тексты есть в учебнике и можно также по этим текстам работать но например если вы считаете что этот текст не очень как бы да подходит или например вы с этим текстом слишком долго работаете часто работаете вы можете текст заменить подобным текстом вот например или наоборот текст этот немножечко усовершенствовать тут уже наша самая фантазия коллеги можно давать тексты в плюс то есть и основной текст в учебнике проработать и дать еще текст в плюс то есть текст в учебнике например вы его прорабатываете вместе как пример а далее уже подбираете текст подобный где ученики стараются выполнять его самостоятельно должны учитываться все этапы работы с текстом на уроке или можно брать выборочно но мы уже с вами определили что естественно все этапы должны быть учтены вот и какой вид чтения самый эффективный уважаемые коллеги конечно же выбрать сложно и ознакомительное чтение хорошо по-своему и поисковое естественно как вы считаете какой вид чтения самый эффективный выбрать сложно конечно же каждый текст подбирается в зависимости от цели естественно подобные тексты если не из учебника ну коллеги просторы интернета вы подбираете уже например тексты те которые на ваш взгляд будут отражать тему урока те цели которые мы на уроке преследуем и соответственно уже далее отрабатывать те или иные навыки вот Анна пишет какой второй текст они один не могут прочитать но смотрите вот поэтому естественно на первых порах всегда сложно нереально давать упражнения сразу поскольку нам необходимо приучить детей к последовательной работе с тем или иным упражнением естественно чтобы добиться определенного результата нужно пройти вот эти вот все этапы работы постепенно чтобы ученики поняли конкретно что от них хотят тем более если мы будем менять упражнения да немножко их усовершенствовать и они будут видеть что-то новое им это будет в плюс мотивации вот Анастасия пишет для себя ознакомительный конечно же ведь текст любой да пройдет легче поскольку они будут черпать ученики да будут черпать уже ту информацию которая им полезна но в целом любой вид чтения по-своему эффективен вот как пишет Людмила все зависит от цели и темы урока ну что ж уважаемые коллеги я надеюсь что вебинар был для вас полезным я постарался максимально детально разобрать с вами эффективные упражнения которые можно использовать на разных этапах плюс мы с вами вспомнили все виды чтения все этапы и пришли к единому выводу что у нас любая работа с текстом это комплекс упражнений которые нельзя дробить ну что ж теперь я вам сейчас скину в общий чат код сертификата который вы можете получить и пошаговая инструкция как получить сертификат в дальнейшем я вам буквально через несколько мгновений еще раз продублирую код сертификата ну что ж спасибо вам большое следите за нашими новостями обновлениями смотрите наши вебинары надеюсь что те упражнения которые мы с вами разобрали вы добавите к себе в копилку еще раз благодарю за активное участие спасибо за бурную дискуссию увидимся с вами уже в следующий вторник до свидания уважаемые коллеги и удачи вам до свидания до свидания